Ежегодно финансирование порядка 25 миллионов гривен идет на содержание санатория. Финансирование регулярное, все идет по статейные, по бюджетным статьям Республики Молдова. Значит, мы здесь оздоравливаем в году порядка 3,5 до 3,5 тысяч детей. То есть из Молдова детей? Дети практически, 95% это дети с Молдовы, плюс матери с детьми, есть отделение матери-ребенка. С 2014 года, когда на Украине началась война, мы начали оздоравливать детей из зоны АТО. 10 человек каждый заезд, и где-то за 14, 15, 16, за 4 года мы оздоровили более 500 детей. Это гуманитарная помощь Республики Молдова для Украины. Нам разрешено, мы оказываем платные услуги на месте, кто обращается. Надо сказать, что в основном это тоже жители Республики Молдова. Приезжают родители с двумя детьми, кому путевка там не распределили. Значит, лечение, питание, все статьи расходов, это и наша заработная плата, и коммунальные услуги. Это доставка на море катера туда и обратно сюда входит. Питание у нас порядка 135 гривен в день. Ну, зарплата, все у нас идет по Украинским законам, и Молдова финансирует эти статьи. Налоги все мы платим здесь на месте, в том числе налог на землю. Налог очень приличного, как полмиллиона в год за то, что мы пользуемся этой землей. Значит, в последнее время любые проблемы решаются. Только вот проблема денежная, она всегда была, есть и будет. И мы, как бюджетная организация, всегда на себе ощущали. Но благодаря финансированию Республики Молдова, последние пять лет у нас практически проблем с деньгами нет. Ну, здесь, может быть, не столько, ну, нам повезло, потому что за счет разницы курса, лей все-таки держится в определенных параметрах, где-то порядка 18. Гривна у нас ушла до 27-28. И вот эта разница нам позволяла выживать, и не только выживать, но и капитально ремонтироваться. Вот и к нашей чести практически это лучшее здравоохранение. А ремонт когда делали? Ремонт у нас никогда не заканчивался, но последний, значит, мы вот интенсивно выполняем ремонт. Это 15-й год, 16-й год, 17-й, потому что в 18-м будет 70-летие санатория.